Ребята, девочки, я вот честно, я просто устала, я просто устала от этих оборвавших на моей голове. От того, что я не могу укладываться, я ничего не могу сделать, от того, что мне нужно ходить постоянно в салон. Еще у меня случился ПМС. Я могла бы покрасить волосы у своего мастера по волосам, но мне надо было это сделать прямо сегодня, прямо сейчас, поэтому не осуждайте меня, не осуждайте. Я думаю, все мы были в этой точке своей истории, когда тебе просто рандомно, прямо сейчас, нужно закрасить волосы в черный. Я вот тут. Нравится ли мне? Ну, я не чувствую себя, ну, то есть обычно, когда я крашу волосы, я сразу после этого такая, ааа, вау, целыми днями смотрю на себя в зеркало, очень много фоткаюсь и вообще кайфую. А тут, ну, как бы, ну... Ладно, давайте мы просто проедем эту тему и будем держать в голове, что волосы наконец-то останутся в покое. Я теперь их точно больше трогать не буду, потому что, когда были каштановые, все равно надо было ходить подкрашивать. Сейчас все. Они будут жить свою жизнь столько, сколько нужно, чтобы они отросли, потому что, ну, вы не представляете, что здесь под вот этой красотой, конечно, творится. Я постаралась уложиться, но наделит нам бронз на жесть. Так, у меня сегодня моя ежедневная косметичка, потому что план был изначально показать идеальный макияж для каштановых волос, который я для себя нашла. Когда я была блондинкой, у меня был мой идеальный макияж, который суперклассно подчеркивал вот эту мягкость внешности. Я становлюсь каштановой шатенкой, и этот макияж уже перестает работать, он выглядит каким-то слишком ярким. Я нашла другой, и я думаю, все, надо записывать видео, чтобы показать его, чтобы рассказать о каких-то лайфхаках. Но случается это, но я все равно буду показывать макияж для шатенки. В общем, я не хочу усложнять, давайте просто будем собираться вместе. У меня сегодня очень приятный и замечательный день, когда я буду заниматься приятными делами, и я хочу чувствовать себя хорошо. Я хочу чувствовать себя собранной. Я постараюсь как-то зарядиться на этот день первым делом SPF. У меня это Clorance 50. Но он не спас меня от загара. Я, в общем-то, не против, кстати. Мне нравится, как я загорела. Я делала рекламу в Пуссе, и там был кадр, как я пшикала спрей автозагар на лицо несколько раз. И кадр не получался у меня с первого раза, потому что слетал фокус на камере. И я повторяла этот кадр раз в пять или шесть. А спрей от Пуссе так работает, что его надо буквально на три пшика на очень далеком расстоянии. И уже будет все красиво. Я сделала пшиков 10-15, может, больше. Что, конечно же, на следующий день отразилось на моем лице. Я записала вот этот шортс, что я выполнила пункт загореть. Но на самом деле у меня это спрей от Пуссе. Когда он сойдет, вы увидите, что загар от активного образа жизни на юге все равно имеется. Просто он не такой насыщенный. Я хожу с SPF, но загораю все равно. Поэтому выгляжу я сейчас как морковка. Мне очень не нравятся волосы сразу после покраски в черный. Это такой неестественный черный. Он прям вот поглощает абсолютно весь свет, который на него падает. Он прям матово-черный и синий-черный. Мне нравится вот помыть несколько раз, там 2-3 раза, и когда цвет немножечко подсмоется, смешается с тем, что было до этого. Вот это красивый оттенок. То, что есть сейчас, конечно, окей. Я в такую жару абсолютно не наношу тональник. Я наношу консилер от Chic. Почему от Chic? Потому что это самый темный оттенок, который у меня есть. И на данном этапе жизни мне он подходит как будто идеально. Вы знаете, что такое парасоциальное отношение? Парасоциальное отношение — это когда у зрителя с личностью в интернете или в медиа есть свои отношения. И у этой личности, с ее аудиторией есть свои отношения. Разница в том, что зритель, когда смотрит блогера или, не знаю, Ариану Гранде или актера какого-нибудь, он дорисовывает в своей голове какой-то образ, наделяя этого человека какими-то характеристиками, взаимоотношениями с ним. Это абсолютно нормально, все окей, все хорошо, пока это в пределах нормы. Но у публичной личности тоже есть эти отношения с аудиторией. И у меня они довольно сложные, потому что я часто, читая один комментарий, думаю, что так думают все мои зрители. И когда я получаю два-три комментария о том, что «Саша, ты такая поверхностная, ты такая пустая, простая», мне кажется, что так думают все. И я об этом начинаю переживать, что, может быть, я действительно пустая. Я думала об этом последнюю неделю, я не знаю почему. Может быть, часть меня с этим согласна, поэтому мне это так залезло под кожу. Есть в этом доля правды, и я это чувствую, я это понимаю. Может, поэтому я впустила это, потому что если бы человек написал мне «Саша, ты, я не знаю, очень злая», я бы это абсолютно не восприняла, потому что, ну, это неправда. Это к реальности не имеет никакого отношения, я добрая. Но тут немножечко, знаете, залезло. Все, с тоном мы закончили. Это все, что я делаю. В качестве румян Love Generation, обожаю эту штучку. И я сейчас начала наносить румяна под глаза на веко и куда-то вот сюда, то есть вот таким вот треугольничком. Получается очень красиво. В чем суть? Мне кажется, с самого начала взаимодействия с блогом и ведения канала и так далее, я всегда была вот этим человеком в буре, человеком бушующим, человеком без внутреннего спокойствия. Я, наверное, отражала все переживания, которые есть у всех нормальных молодых людей по поводу будущего, по поводу себя, по поводу каких-то ориентиров, своей целостности, что для тебя важно, что уже нет, когда разрушаются абсолютно все устои, которые у тебя были. И весь вот этот процесс взросления у меня проходил онлайн. То есть буквально в самый пик формирования тебя как личности обычно в нормальных условиях тебя окружают друзья, семья, какой-то круг общения, который помогает тебе на этом пути, который говорит, нет, подожди, вот это полная фигня, я считаю вот так. Или да, правильно, очень здорово, что ты это поняла. То есть есть какие-то вот эти опоры. В моем случае этих опор абсолютно никогда не было. И единственные отношения, которые у меня были в тот период, крепкие, доверительные, и то, чему я действительно придавала значение, это были отношения с аудиторией, парасоциальные отношения. Я опиралась на отдачу от того, что я говорю, именно от аудитории. То есть буквально эти взаимоотношения формировали меня как личность. И мне кажется, что я не единственная такая в этом мире, в 21 веке, кто взрослел на глазах у огромного количества людей. И, конечно же, это очень влияет на тебя. Мне хочется добавить еще больше. Обычно вот этого достаточно, но с черными волосами из-за вот этого контраста кожи, глаз, губ и волос абсолютно не видно, что я что-либо вообще сейчас сделала. Добавляем еще. Я хочу пообсуждать вот эту тему поверхностности, пустоты. Потому что когда человек пишет, Саша, ты какая-то пустая, или Саша, ты очень поверхностная, у этого как будто есть какой-то негативный оттенок, как будто это плохо, что это нужно исправить, или это сигнализирует о том, что я делаю что-то не так, или это причина, по которой человеку меня смотреть неинтересно. Ну, короче, это все как будто упрек в твою сторону. На самом деле, почему это плохо? Я помню, что я так же думала, лет в... Я тогда училась в университете. Ну, короче, лет в 18-20 примерно, когда я пыталась строить контакты с новыми людьми, когда ты заканчиваешь школу, переезжаешь в новый город, ищешь людей, с которыми можно пообщаться, меня очень раздражали люди, которые обсуждали что-то очень, не знаю, простое. Мне на тот момент было очень тяжело найти с ними какой-то контакт. Из разряда я пытаюсь внедриться в какую-то группу, и в этой группе чаще всего обсуждаются музыка, фильмы, актеры, драмы, которые происходят в мире, какие-то такие очень легкие, очень понятные всем вещи, которые мне абсолютно неинтересны. И мне казалось, что я такая глубокая и необычная, я такая не от мира сего, я такая странная, я не вписываюсь. I'm a weirdo. Типа, я не хочу вписываться. Это тоже нормально, но сейчас я понимаю, что я стала таким человеком. То есть сейчас, если бы я попыталась внедриться в группу тех 22-летних, ну, наверное, более счастливых людей, чем я на тот момент, я бы действительно вписалась. И мне было бы, правда, интересно пообсуждать все вот это. И если бы я попыталась найти контакт с собой в 22-20 лет, я бы его не нашла. Вот сейчас хорошо. Достаточно. Следующий продукт, который я использую каждый день, это Романова Скульптурайзер. Вот эта кисточка. Этим мы делаем все. Этим мы делаем скулы, контуринг глаз, мешки под глазами. Абсолютно все одним продуктом. Секрет естественности. Осуждаю ли я сейчас вот эту поверхностность? Нет. Осуждала ли я ее тогда? Да. Еще как осуждала, просто потому что я не могла ее понять. В смысле ты не спрашиваешь себя каждый день, зачем ты вообще проснулся? Вот это все, о чем ты думаешь? У тебя больше нет никаких переживаний? Да, конечно, есть. Они есть у всех. Просто у тебя они на максимальную громкость выкручены, и ты ищешь людей, которые именно вот в эту волну встроятся. Мне всегда было интересно дружить с людьми, у которых есть какие-то большие боли, у которых есть язвы, травмы, какие-то переживания, какие-то неоформленности. Я всегда нахожу контакт с людьми по общим болям, а не по общим интересам, по общим взглядам на жизнь или еще что-то. Если я вижу, что человек переживал то, что я переживала когда-то, мне будет с ним намного проще найти контакт, чем если нам нравится одинаковая музыка, одинаковые фильмы. Даже сейчас, кстати, у меня в окружении люди, которые переживали то же самое. Я вот об этом думала. Настя, например, переживала травлю, я переживала ее тоже. С кем-то мы познакомились в очень сложный период их жизни, где я могла вот отразить и найти вот этот глубокий контакт. Но сейчас... Сейчас я, наверное, действительно поверхностная. И это неплохо. Разве это не говорит о том, что когда-нибудь станет легче, что когда-нибудь отпустят, что когда-нибудь ты перестанешь задавать себе экзистенциальные вопросы о мироощущении и смыслах и всего остального, я это тоже не осуждаю. Это был такой период. Просто это было тяжело и больно. Это попытка найти хоть кого-то в этом мире, кто понимает все твои боли. Сейчас другой период. Сейчас я ищу совершенно другое в людях, и это нормально. И блог, мне кажется, я перестала использовать как поиски единомышленников, которые скажут, что все, что ты испытываешь, это нормально, потому что изначально именно это была моя главная мотивация выйти в интернет на всеобщее обозрение, говорить о каких-то тяжелых вещах, потому что мне хотелось услышать. Я чувствую то же самое. Это нормально. С тобой все в порядке. Я переживала то же самое. Тебе не должно быть за это стыдно. Есть люди, которые действительно очень глубоко тебя понимают. И вот за этим я шла в интернет. И, конечно, я говорила о болях, о тяжелых вещах. А что, если я получила все, что мне хочется? Вот если вот этой бушующей версии меня хватило, этой поддержки, что если она такая, да, это правда нормально, все хорошо. Есть вероятность, что я больше не иду в поисках этого в интернет, что может восприниматься как поверхностность. брови я оформляю вот такой вот палеточкой, потому что здесь есть вот этот светлый оттенок, который идеально подходил под мои каштановые волосы, но сейчас я даже не знаю, как это сядет на мое лицо, поэтому давайте сделаем по привычной схеме и посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, придется сделать потемнее. И ладно, если бы я действительно искренне понимала, что ты поверхностная, и это хорошо, это сигнал о чем-то хорошем, и меня бы такие комментарии не задевали, но они меня задевают. Меня это правда беспокоит, потому что вот в этой тихой гавани, в этом спокойствии мне некомфортно. Как тут находиться, наслаждаться жизнью, жить, кайфовать? Как? Как не бороться, как не болтыхаться? Очень странное чувство, когда ты смотришь по сторонам, готовый ты во все оружие к борьбе, готовый отстаивать себя, защищать, добиваться, доказывать и все то, что ты делал всю свою жизнь, а ни с одной из сторон нет ничего, где это бы пригодилось. Вокруг все хорошо, никто не требует от тебя крепко зажатых кулаков и силы, и духа, и упорства, и еще чего-то. Все, никому ничего доказывать больше не нужно, расслабься. Это как? Это как? Как вот? Что значит просто жить? Я не знаю. Я привыкла переживать о чем-то, прорабатывать это внутри себя где-то, приходить к каким-то осознаниям и делиться этим в блоге, читать комментарии о том, что да, я испытываю то же самое, кто-то озвучил мои мысли, так здорово, что ты рассказываешь об этом, чувствовать вот эту поддержку и идти дальше. Я привыкла вот так. А представьте, что внутри больше ничего не требует этого подтверждения. Окей, эти брови отлично вписываются и в черные волосы, мы оставим это так. При этом меня еще чувство вины гложет. каждый раз, когда тебе было плохо, ты думала, что когда-нибудь будет хорошо, когда-нибудь тебе не придется бороться, когда-нибудь не будет всех этих демонов внутри тебя и ты каждый день будешь просто жить и наслаждаться жизнью, собой, не бороться ни с чем. Именно вот это меня всегда поддерживало, что вот когда-нибудь эта точка придет. И в тот момент, когда я прихожу к этой точке, я не знаю, что делать. Я просто я не понимаю, как мне здесь жить. Очень несправедливо требовать от себя быть приспособленной ко всему, даже к чему-то очень хорошему. Я стараюсь думать о том, что сколько времени я жила в постоянном напряжении и в постоянной борьбе. 20 лет? 25? А сколько лет я нахожусь в спокойствии и в равновесии, где всего этого не нужно? Это может быть год-два и это очень жестоко винить себя за то, что ты не умеешь жить вот так. Даже если ты всю жизнь стремился к этому состоянию, ты в нем никогда не был. и это нормально первое время не понимать, как себя вести в новых, пусть и замечательных условиях. Потому что все твои старые реакции, паттерны поведения, мы в заключении, ничего из этого здесь уже не работает. Здесь нужно действовать по-другому. Мои реальные мысли обо всей этой ситуации о том, что я беспокоюсь, будучи в спокойствии, о том, что я не знаю, как так жить. Это ну все, Саша, ты зажралась, ты с жиру бесишься. Это мои реальные мысли были. Я себя винила очень сильно за это состояние, но психолог мне объяснила достаточно доходчиво, что это нормально, что нужно дать себе время нажить новый опыт в новом состоянии. Это нормально, все хорошо. Говоря о психотерапии, я хочу напомнить, что есть возможность не тратить кучу времени и сил на поиски подходящего вам специалиста, потому что есть сервис Ясно, который все заранее предусмотрел. На Ясно при регистрации есть подробная анкета, которая поможет вам определить ваш основной запрос к терапии на данный момент и соединит вас с тем, кто с этим запросом вам может помочь, будь то кризис в личной жизни, выгорание на работе, смена жизненных ориентиров или совершенно новые обстоятельства в жизни, к которым вы не были готовы. Также тут при поиске есть фильтры, если вам, например, комфортно общаться с женщиной, это можно указать и ясно будет предлагать вам специалистов женщин. Также можно указать желаемый опыт работы у психолога и даже если при всем этом вы все равно чувствуете затруднения и не можете подобрать то, что вам подходит, есть чат поддержки, где работают люди с психологическим образованием, они вас поспрашивают и предложат несколько вариантов, которые могут подойти. Пожалуйста, помните, что даже мастера по ресницам мы находим не с первого, не со второго и не с третьего раза. Что уж говорить о такой трепетной теме, как ментальное здоровье. Не найти контакт за специалистом это нормально, но ясно всегда можно поменять специалиста, даже не объясняя причину, в несколько кликов. Это путешествие на поиски своего специалиста предстоит каждому, кто решился сделать шаг в сторону успокойства и счастья. Нас ясно это путешествие с меньшими потерями. Ссылка, как всегда, в описании и как всегда у меня есть промокод Саша на скидку 20% на первую сессию. Красивейший хайлайтер это Диваж. Я покупала вот такие золотистые хайлайтеры, я не знаю, штуки 4-5, чтобы найти именно тот, который меня устроит, который даст эффект жидкого хайлайтера, кремового. Потому что все сухие хайлайтеры как будто с какими-то раздельными блесточками не дают вот этой влажности. Вот это это топ. Просто я люблю наносить на глазки, вот сейчас посмотрим. ой, переборщила. И главный секрет это пудра. Я так полюбила матовую кожу, особенно на санскрин, на хайлайтер, вообще идеально ложится. Я наношу сейчас только на супер блестящие зоны, лоб, под глазами, и подбородок. Вуаля! Перфект! Для губ, будучи шатенкой, я использовала Influence Beauty, вот этот Lip Injection. Очень красивая штука, потому что я заметила, что с рыжеватой каштановыми волосами яркие губы вообще почему-то не сочетаются. Только если это просто блеск какой-то легкий, если я наносила какой-нибудь карандаш для контура, это выглядело не совсем так, как я хотела, поэтому я использовала только блеск, но сейчас мне кажется, этого будет мало. сейчас посмотрим. Как будто темноватый слишком оттенок с этими волосами. Есть еще на щечке. Не южанский вайб получается, а какой-то даже французский. Как мы сочетаемся. Глаза я вообще не трогаю, потому что даже если я нанесу какой-то очень стойкий продукт на ресницы, это все равно будет ощущаться мега некомфортно. Даже просто завить ресницы мне уже сейчас некомфортно в такую жару, поэтому глазки я не трогаю совсем. И вот так я выгляжу every day. И мне кажется, что это просто идеально. Загорелая кожа, счастливый вид, румянец, сияющие глазки. И все это на пляже в зеленом купальнике. Просто картинка. У меня еще целая кружка кофе, поэтому можно поболтаю еще немножечко и продолжим собираться. Кстати, я не рассказала, куда я собираюсь. Мы с моими подругами решили создать маленький магазинчик в телеграме. Это магазинчик для души, для нас, где мы сможем делиться своими поделками, тем, что мы делаем по творчеству. Кто-то делает украшения, кто-то делает подсвечники, кто-то занимается глиной, гипсом. Я сумки вяжу, например, и очень здорово создать какое-то место, где люди смогут это купить. И вот мы создали такое место, и мне нужно сегодня сходить и сделать красивую фотографию для всех сумок, которые у меня сейчас есть, которые люди могут купить. Это всего пять сумочек, но они все очень милые, очень разные. Я придумала для каждой сумочки отдельную фотографию, которая будет передавать настроение этой сумочке. Я еду сегодня делать эти фотографии. Вот такой у меня сегодня день. Очень классный, очень замечательный. Я еще и позавтракаю где-нибудь и чувствую себя прекрасно, и макияж удался. В общем, все хорошо, даже если очень поверхностно. Сейчас я вам покажу сумочки, для которых мы будем делать фотки. Вот эту сумочку я подумала оставить себе. Она называется горячий шоколад. Смотрите, какая красота. Это единственная сумка из всех, где я вязала одним цветом. Здесь есть такие бусики, где написано обнимашки. Очень простая, но вот такая красивая. Мне кажется, она супер ежедневная, и я хочу ее сфоткать возле деревьев, чтобы оттенить вот этот красивый коричневый. Хотя на камеру она не выглядит как коричневый, красивый коричневый цвет. вот такая с цветочком из бежево-коричневых цветов, тоже с карабинами. Она побольше по размеру, здесь более широкая ручка. Сюда, мне кажется, вместится планшет iPad. Это у нас американо с молоком. Оценили, как я придумываю название? Это хочется сфотографировать где-нибудь на фоне города с архитектурой, потому что мне кажется, что это идеальный акцентный аксессуар. Вот представьте, белая длинная юбка, большая свободная простая футболка, все в вашем образе такое базовое, но хочется добавить немножко перчинки, и вы как раз идете в кофейню. И вот такая сумочка с вашей книжкой любимой, с телефончиком, по-моему, идеально впишется в городскую среду, и такой нет ни у кого. Она еще от вашего любимого блогера. Ну просто кайф. Вот такая малышка, она называется Облака, она мне кажется очень нежной, как раз на фоне неба, я ее тоже очень простая, без карабинов, без ничего, супер минималистичная, но я решила добавить коричневый цветочек, мне кажется смотрится красиво. Это будет у нас на фоне неба голубого. вот вот такая это матча с малиной. Красиво? Мне кажется очень. И вот такая малина с матчей. Вот смотрите сколько идеально сочетается. Вау! Мы с девочками делаем это не для бизнеса, это именно для нас самих. Мы не обещаем никакой регулярности или какие-то партии или еще что-то. Все зависит от вдохновения. Захотели что-нибудь придумать, что-нибудь сделать, создать маленькую коллекцию. Сделали, выложили и люди, которым это понравилось, купили. Мы думаем вот с таким подходом идти. Мы уже придумали название и все остальное. Я надеюсь, что очень-очень скоро мы сможем объявить, что вот магазин, приходите, выбирайте все, что нравится. Но пока что я делаю просто фотографии для своих вид. Мне нужно что-то такое, что красиво подчеркнет этот новоявленный новоприобретенный загар. Я думаю над вот этим платьем белым. Но есть вероятность, что это белое платье подойдет не ко всем сумочкам, которые я хочу сфоткать. Может что-нибудь более универсальное. Я бы надела свою длинную белую юбку, но она пропахла шашлыком, потому что я ходила с ней на шашлыки. Мне нечего надеть. Мне реально нечего надеть. У меня полный шкаф одежды, и ничего из этого не соответствует тому, как я сейчас хочу себя чувствовать. На такие случаи у меня есть униформа. Знаете, как у кардашьянов есть униформа, боди и джинсы. Когда они не хотят запариваться, они надевают боди и джинсы, и всегда выглядят потрясающе. У меня есть тоже униформа. Это мои семейники из экрюм. Сегодня я выберу розовые, потому что они сочетаются с губами и с некоторыми сумочками. и какая-нибудь милая маечка. Вот эта зеленая сюда не подойдет, хотя я бы прям в ней пошла. Хотя это и пижама. У меня вообще большинство моих маечек как пижама. Есть вот такая милая с рюшами беленькая вариант. Есть вот такая с цветочками. Тоже вариант. Я наверное предпочту вот предпочту вот эту, потому что она сочетается с шортиками. И секретик пестисы. Потому что аутфит и так выглядит очень домашним, как будто я в пижаме. И торчащие сосочки будут играть мне не в плюс. И вообще я уже устала, если честно, реагировать на реакцию людей на мои соски. Ну типа я понимаю, что господи, они есть у всех. Тем более в Сочи, тем более в такую жару, летом. Пожалуйста, отстаньте от меня, дайте мне ходить так, как мне комфортно. Но бывают дни, когда тебе просто не хочется с этим сталкиваться, не хочется как-то с этим взаимодействовать. И я в такие дни надеваю вот эти пестисы и живу спокойно, вообще прекрасно. Поэтому примеряем. всегда работает, это всегда беспроигрышный вариант. Я себя очень комфортно чувствую в таких шортиках, в таких маечках и в жару. Это прекрасно. Пестисы на месте. На шею хочется два варианта. Это мое любимое ожерелье из жемчуга и розового кварца. Она всегда очень мило смотрится на татуировках. Знаете, такое сочетание чего-то дерзкого и очень нежного. Это мне кажется буквально то, что описывает меня, мою внешность. Сочетание милого и дерзкого. Есть еще вариант понежнее. Это украшение сплела для меня Диночка и вы тоже сможете купить вещи, которые плетет Диночка. Я ношу это уже не знаю сколько лет. Сейчас посмотрим, что будет лучше. Оставлю вот это. Хотите еще милый факт о моих сумках, которые я делаю для магазина? Я для каждой сумочки купила вот такие крабики, потому что я очень люблю носить свою крабовую сумку. сумку из крабовых палочек. Вот эту. Я очень люблю ее носить вот так с крабиком. Это действительно то, как я хожу каждый день. Вот с этой сумкой, которую я связала, и с этим крабиком. Я подумала, что будет очень мило и заботливо для каждой этой сумочки подготовить отдельный, подходящий к этой сумке крабик. Покажу. К ней у нас вот такой вот крабик голубая орхидея. Американо с молоком кофейного цвета крабик цветочек. Шоколад и к ней белый красивый крабик с цветочком. Спасибо большое за просмотр. Люблю, целую, обнимаю. Встретимся очень скоро. Я надеюсь, что вы не считаете, что моя поверхностность это очень плохо. Пока так, ребята. Все. Я ухожу на маленькую фотосессию. Немножко еще покрасусь перед вами, что вот люблю, целую, обнимаю. Всем